Он просто хочет заработать деньги. Кофейне, Бористо вам хамит. Скорее всего, вы рассчитываете на бизнес, который закроете, не успев даже открыть. Завтра на их месте открывается уже какая-то пивнушка. И он не прячется за целой историей пафоса и своего величия. Как выбрать франшизу в 2020 году? На что нужно обратить внимание и какие подводные камни вас могут ожидать? В этом видео мы разберем то, что станет особенностью выбора и трендом на ближайшие годы. Начнем с важного. Тут должна быть такая вставочка, типа важная. Такая важная, на все важное. Можно вот тут. Можно вот тут важно вставить. Если у франшизы нет публичного прошлого и публичного настоящего, то, скорее всего, в этой франшизе нет будущего. С этим стоит смириться и принять, что компании, которые имеют медиапотенциал, будут пользоваться им по праву заслуженно. Первым делом смотрите на то, как строят бренд отношения со своим клиентом. И заботятся ли о том, чтобы рассказать о себе через всевозможные современные инструменты онлайн-маркетинга. Также обратите внимание, через какие каналы бренд говорит со своими гостями и посетителями. Если собственник не позаботился о том, чтобы его дело росло и умножало свой медиакапитал, то, скорее всего, у него нет особой миссии и желания сделать качественный продукт. Он просто хочет заработать деньги. С этого выплывает второй тезис. Отношение собственника к своему бренду проявляется через. Если вы видите, что меню не обновляется 100 лет, в кофейне Бористо вам хамит, и дизайн кофейни не менялся с открытия первой точки, то, скорее всего, вы рассчитываете на бизнес, который закроете, не успев даже открыть. Наверное, вы не раз замечали кофейни однодневки, когда сегодня они есть, а завтра на их месте открывается уже какая-то пикнушка. Крутая франшиза – это современный, уникальный дизайн, крутой кофе и сотрудники, которые разделяют миссию бренда. Посмотрите, как работают другие кофейни и действующие партнеры сети кофеев. Попейте кофе, пообщайтесь с Бористо и попробуйте представить, что вы уже есть владельцем именно этой кофейни. Если у вас есть много вопросов, очень мало информации, а собственники бренда не идут на контакт, то, скорее всего, пересмотрите свое отношение к этому бренду. Поэтому доверяйте публичным брендам, брендам, которые открыты, которые всегда идут на контакт, когда вы можете в любой момент пообщаться с издателем, с собственником этого бренда, и он не прячется за целой историей пафоса и своего величия. А если вы не верите, что можно зарабатывать деньги на кофейни, на своем личном деле, тогда я приглашаю вас к себе на встречу. Мой номер всегда открыт, вы можете увидеть его здесь, можете писать, можете звонить, задавать любые вопросы и приезжать к нам в офис на встречу. Я с удовольствием покажу вам брендбук, расскажу вам все прелести международной сети кофеин Крема Кафе. Поэтому пишите, обращайтесь, по любым вопросам я всегда открыта. И в скором времени, открою немножко занавесить наши тайны, мы открываем Академию Крема Кафе, где можно будет обучаться, присутствовать, проводить тренинги онлайн. Все, что касается открытия кофейни, все, что касается обучения бариста. А самая важная миссия, для чего мы это делаем, это обучение франшизе, это обучение партнера ведению бизнеса. Поскольку вы приходите к франшизе, чтобы вас обучили, чтобы вас научили, как заниматься своим делом. Вот для этого мы и создаем наш тренинг и Академию Крема Кафе. И всем до новых встреч. Пока-пока-пока.